Здравствуйте! Это новости спорта. Программа о ярких спортивных событиях и достижениях. Итак, коротко о главных темах выпуска. Спорт во дворе. Каким будет спортивное лето 2018. В числе лучших Карен Абрамянс, победитель окружного конкурса «Спортивная элита Ямала». К труду и обороне готовы. Муравленко – лидер по сдаче нормативов ГТО. С наступлением лета стартовала программа «Спорт во дворе». В Муравленко она проводится уже не первый год и каждый раз собирает множество мальчишек и девчонок на спортивных площадках. Каким будет это спортивное лето? Узнаем прямо сейчас. Утренние зарядки, стрит-воркаут, скандинавская ходьба бадминтон. Муравленковцы ежегодно выбирают спортивное лето и уделяют физическому развитию особое внимание. Но самой популярной формой проведения досуга становятся игровые виды спорта. На протяжении вот уже 18 лет они проходят в рамках летней спортивной программы. Ребята разных возрастов соревнуются в футболе, волейболе, пионерболе. Это физическое развитие, как мы знаем, эти все наши качества физические, они приобретают это. И потом это мероприятие, которое позволяет им организоваться, самоорганизоваться этим дворовым командам, принять участие, получить награды и призы. И заранее они в течение недели готовятся к этим мероприятиям. Поэтому здесь как бы и к самостоятельности, и к занятости в летний период, и опять же к дружбе командной. Открытые площадки, бесплатный инвентарь, командные соревнования. Меню спортивного лета разнообразно. Каждый день насыщен различными мероприятиями. Их будет более сорока. Принять участие смогут все желающие. А для детей, посещающих пришкольные лагеря, в течение лета будут проходить две акции. Научись плавать и серебряный конек. И, конечно же, по традиции, каждую пятницу спартакиада дворовых команд по различным видам спорта. Юные муравленковские боксеры пополняют копилку наград. В открытом городском турнире по боксу, который проходил в ноябрьске, приняли участие девять спортсменов, обучающихся в детско-юношеской спортивной школе. Ребята вновь доказали, что они мастера своего дела. Боксеры привезли пять золотых и по две серебряных и бронзовых награды. Для команды Центра спорта Муравленко прошлый учебный год был насыщенным. Многочисленные соревнования различных уровней, победы и заслуженные награды. Каких успехов достигли воспитанники учреждения и кого участвовали на выпускном вечере? В следующем сюжете. Один день в году большой зал Центра спорта Муравленко преображается для особого торжества. Это не всероссийские соревнования, региональный или городской чемпионат. Дети с родителями приходят, чтобы увидеть выпускников этого года. Ребята добились блестящих успехов. С улыбкой вспоминают первые тренировки и радость важных побед. Хочу сказать спасибо тренеру Юрию Константиновичу. В течение 12 лет он обучал мне искусство карате. И, конечно, я не идеальный ученик, но все же старался. Огромное спасибо родителям, которые открыли мне двери для карате. На торжестве чествуют и воспитанников, которые уже успели блеснуть в спортивном олимпе. Участвовали в соревнованиях от муниципальных до международных и достойно представили свой город. Среди них и Ирина Чурилова, обладатель судейской категории юный спортивный судья. Она признана лучшим спортсменом на отделении баскетбола. Это очень интересный вид спорта. Ты думаешь заранее, обдумываешь на свои действия. Интересно контактовать с девушкой. Это контактный вид спорта. Ну, все, проходит взаимопонимание. Особой грамотой отметили Анну Казакову. Баскетболом она занимается вот уже три года. В центре спорта нашла своего преподавателя и друзей, которые теперь мотивируют ее на новые победы. В этом году Анна получила третий взрослый разряд и стала бронзовым призером в спартакиады округа по баскетболу. Баскетболом занимаюсь я уже три года. Я выбрала этот спорт, потому что он очень динамичный, импульсивный, подходит мне по характеру. И там надо взаимодействовать друг с другом. Учат общению, дружности, сплоченности. Команда – это вторая семья. Свои имена в спортивную летопись города вписали и совсем юные муравленковцы. Роман и Павел Тарасенко отличились на большом футбольном турнире «Двор без наркотиков», когда их команда стала победительницей своей категории. К слову, тяга к этому виду спорта им передалась от отца. Вообще, когда-то в свое время сам занимался футболом. Шесть лет занимался, пока учился в школе. И сейчас периодически играю. И дети сделали сами свой выбор. Нравится им игра командная, нравятся им эти эмоции, которые они получают во время игры, во время тренировок. Мне больше нравится в футбол бегать, позиция нападающая, потому что там можно забивать голы, получать грамоты. На поле стою вратарем. Мне нравится футбол, потому что там играть, получать призы, веселье. Пауэрлифтеры, тэквондисты, пловцы и другие юные спортсмены. Они проделали долгий путь. Целый год старались изо всех сил и упорно шли и добились таки своей цели. Воспитанники Центра спорта «Муравленко» приняли участие в 46 выездных соревнованиях различного уровня и ощутимо пополнили копилку наград учреждения. Ребята привезли 39 золотых, 43 серебряных и 38 бронзовых наград. Обязательно нужно проводить мероприятия такие, потому что мы должны обязательно акцентировать внимание и также поблагодарить тех же родителей и тех же ребят для того, чтобы они видели, что мы всегда ценим их совместную работу вместе с нами для воспитания, как говорится, нашего здорового поколения спортивного, которое является примером для остальных. На выпускном вечере по традиции поощрили и лучших тренеров. Руководство выразило признательность родителям отличившихся спортсменов. Им вручили благодарственные письма. У воспитанников Центра спорта впереди летние каникулы. Есть время полноценно отдохнуть, подготовиться к предсезонным соревнованиям и в будущем учебном году вновь заявить о себе на спортивном Олимпе. Турнир по мини-футболу «Двор без наркотиков» завершен. Он традиционно проходил в ноябрьске. Победу одержали наши спортсмены. В соревнованиях приняли участие более 65 команд. На протяжении нескольких месяцев они упорно отстаивали свое право на победу в итоговом матче. Сначала в отборочном этапе, затем и в финальном. Муравленко в турнире представили команды победителей городского этапа. Футболисты из первой и пятой школ. В упорной борьбе учащиеся первой школы одержали победу в возрастной категории 2005-2006 годов рождения. Наши спортсмены открыли счет. Однако основное время финального матча с «Газпромнефтью 2005» завершилось ничьей. Но муравленковские футболисты оказались настоящими мастерами пенальти. Они обыграли соперника 7-6 и получили золото турнира. Достойно играли. Очень сложно. Мы с ними встречаемся уже третий раз. Мы сегодня первый раз выиграли их. Было очень волнительно. Я не знаю, особенно конец матча пенальти. Сначала одна, потом другая команда забивала. Непонятно было. Но мы все-таки собрались и победили. Наши юные футболисты активно покоряют спортивные вершины. В Санкт-Петербурге проходил открытый международный турнир по мини-футболу среди детей 13-14 лет. Участие в нем принимали 16 команд из России, Молдавии и Белоруссии. В составе нашей сборной, выступавшей от округа, 6 юношей представляли компанию «Газпромнефть Муравленко». В результате упорной борьбы они заняли первое место, обыграв соперников из северной столицы со счетом 5-2. Лучшим вратарем турнира признан игрок нашей сборной Иван Горобец. Поздравляем наших ребят. Город Муравленко занимает первое место в округе по количеству участников в сдаче норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам прошлого года более 300 человек получили знаки отличия. Среди них немало дошкольников. Расскажет Анни Григорян. Бег, подтягивания, отжимания и наклоны вперед. Такие испытания преодолел Константин Небарский. У девятилетнего мальчика уже два золотых знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В таком юном возрасте он уже знает пословицу «в здоровом теле – здоровый дух». Костя профессионально занимается плаванием. Мне нравится заниматься спортом, потому что это очень весело для меня. Ольга Харько со спортом тоже на «ты». Много лет занималась спортивным туризмом. Сейчас старается посещать спортивный зал. Девушка сначала получила серебряный знак ГТО, подвел бег. Но ее упорство и настойчивость помогли пройти испытания на знак отличия высшей пробы. Золото поможет девушке поступить в вуз на учителя физической культуры. С раннего возраста вообще, чтобы дети приучались, какие-то награды получать уже. Для сдачи нормативов комплекса ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru, заполнив анкету персональных данных. К ней надо приложить две фотографии. После регистрации на электронную почту вышлют уникальный номер. С его помощью можно попасть в личный кабинет, где есть нормативные показатели. Здесь же предложат удобный центр тестирования и укажут, когда и в какое время пройдут испытания. Это очень серьезное испытание, которое требует силы, выносливости, которое требует ежедневных занятий физкультурой и спортом, чего не всегда получается. Поэтому знак получен, выводы сделаны, все в спорт. Надо заниматься, заниматься и в движение ГТО вливаться. Главный физкультурный проект советской эпохи вернулся спустя десятилетия обновленным. Первый значок можно получить уже в шесть лет. Самая высокая ступень комплекса рассчитана на тех, кому за 70. Только по итогам прошлого года почти полторы тысячи человек сдали нормативы. Знаки отличия получили 311 участников. Из них 100 золотых, 145 серебряных и 66 бронзовых. У нас очень хороший результат по выполнению знаков. У нас 21 процент. Это самое лучшее по ИНАУ. И здесь, конечно, важна работа всех учреждений. Мы совместно работаем в управлении физкультуры и с образованием, и с детскими садами. Проводим много различных мероприятий. И благодаря этим мероприятиям у нас улучшается подготовленность именно детей. 11 ступеней, несколько видов испытаний и огромное количество желающих. За два года работы Муравленковского центра тестирования он стал одним из лучших в нашем регионе. Карен Абрамянс признан победителем окружного конкурса «Спортивная элита Ямала». Тяжелоатлет отмечен в номинации «Лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями». Мы пообщались с Кареном и узнали, каким был спортивный путь пауэрлифтера и почему он решил стать тренером. Расскажите, давно ли вы в спорте? Чем привлек вас спорт? До травмы в спорте был, уже занимался, но раз в 12 лет как-то старшим братом двоюродным пошел на тренировку. Там у нас тяжелая атлетика, но грозно было развито. И так увлекся очень этим видом. Стал заниматься тягощениями. Потом после травмы тоже уже здесь на севере в Сокимал приехал. И так потихоньку, потихоньку, там познакомился с одним тренером, с другим. Стали тренироваться. Вот со Смагиным тренером идем по пути. Долго уже. В вашей личной копилке достижений множество наград. А какая из них самая значимая? Это не награда сама по себе. Это было попадание на Паралимпийские игры в Лондон. Там потому что нужно заработать рейтинг из лучших мировых спортсменов в восьмерку попасть. И я по рейтингу стал седьмым. И там именная заявка идет. И на меня именную заявку на Ямал прислали, что сначала в Москву присылают паралимпийские международные, а потом на Ямал. Это было, можно сказать, самое большое достижение. Именно попадание. Потому что ты становишься в рейтинге седьмой человек мировой из маленького города. Чем запомнились вам соревнования в Лондоне? На Олимпиаде побывать – это удивительно. Ты саму деревню увидеть, как это, что. Ощущение. Ты видишь, что реально весь мир именно живет вот сейчас в этой точке. Реально. И журналисты, и телевидение. А ты как бы отправная точка этого. Когда ты в Лондоне идешь, и люди просто подходят с тобой и просят. Видишь, что ты спортсмен сфотографироваться. Ну, удивительно. Вы не только занимаетесь спортом, но еще и тренируете юных муравленковцев. Почему занялись тренерством? Ты сам занимаешься, и потом ты передаешь молодым свой опыт. Бывает даже на соревнованиях переживаешь больше не за себя, а за спортсмена, которого воспитываешь. Это продолжение пути, по которому иду. Вы стали лауреатом конкурса «Спортивная элита Ямала». Что это для вас значит? Я просто Богу благодарен, что я могу просто этим заниматься. Вот это моя награда самая большая. В моей ситуации многие просто сидят дома. Я живу обычной жизнью. У меня есть жена, у меня ребенок, слава Богу. Вот она самая главная награда. Это все новости спорта на сегодня. О новых достижениях наших спортсменов узнаем в следующем выпуске. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!